Здравствуйте, уважаемые рыболовы! Сегодняшняя тема будет полезна в основном новичкам, так как бывалые знают все вдоль и поперек об этом замечательном ароматизаторе. Речь пойдет об анисе. Многие рыболовы, в основном начинающие, мало внимания уделяют применению аттрактанта в процессе рыбалки. Поэтому рыбак может остаться вообще без лова, а при наличии хоть какого-то клёва не получит удовольствие от рыбалки. Применение аттрактантов позволяет активизировать даже самый кислый клёв рыбы. Анис – это однолетнее травянистое растение. Пряность – родина Средиземноморья и Ближний Восток. Анис является классическим ароматизатором, который подходит для привлечения огромного количества рыбы. Достаточно будет добавить в хлеб или манку несколько капель анисового масла, чтобы карась почувствовал этот запах. Ароматизатор достаточно сильный и плохо подходит для зимнего времени. А вот летом, весной и осенью самое то. В основном применяют анисовые капли. Их можно купить в аптеке и в рыболовных магазинах. Также можно использовать и анисовое масло. Добавляют от 2 до 7 капель во все виды теста, перловку, хлеб и даже червей с опарышем. Некоторые используют анис даже в прикормке. Главное, не переборщить, а то вовсе отпугнете рыбу. Во всем важна мера. Запах аниса в тесте и прикормке должен быть приятным, нерезким и неконцентрированным. Поэтому добавляйте аккуратно по 2 капли и проверяйте на запах. Следуйте советам и присылайте фотографии пойманных вами трофеев на почту, указанную в описании. Также в описании вы сможете найти ссылочки на лучшие рыболовные интернет-магазины. Всего вам доброго!